Книга «Открытым оком. Тема коммунизм. Вопрос 2727. Том 12. Вы начитывали архипелаг ГУЛАГ Солженицына и сами записывали интервью у репрессированных. Сильно ли отличается одно от другого? Все ли верно писал Александр Исаевич? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Один к одному. Страшные рассказы Солженицына – это же точно такое же свидетельство загубленных. Ему за этот его труд вечный памятник удивления и восхищения. Вот один из рассказов, записанных мной на магнитофон в 1980 году. Ксения Ивановна Емщикова, проживающая в городе Барнауле, улица Заречная, 1. Богатая память, оригинальное мышление, муж, директор завода Растрелин, отбыла 10 лет в сталинских лагерей. Сейчас смертельно больная, но все так же весела, ласково, богобоязнена. Цитата. Отца раскулачили, у него кони были хорошие. Наклали большой налог, мы сюда пригнали лошадей, продали здесь все, хотели откупиться. Нет, не смогли откупиться. Тогда были деньги, их кулями везли. Нет, это не подействовало. Они стали отбирать последнее. И лошадей, и все. И когда забрали лошадей, а сброя висела на стене, сброя была хорошая, под набором. Они когда стали брать, а узду уронили и топчутся по ней. Они тогда ту узду взяли и давай бить ею отца. А, кулацкая рожа, ты значит прячешь, ты берегешь. А он говорит, куда мне, на кого я надевать ее буду, лошадей взяли, а сброя куда. Да, его ударили несколько раз этой уздой, а потом все остальное отобрали, забрали и привезли их слать. А брата Павла только женили. Это было в Парфеновском районе Алтайского края. Ах, Господи, какой же год-то? Наверное, в 29-м. А потом были они лишены голоса и их никуда не допускали. Они не имели права никуда прийти, их гнали отовсюду. Как только собрание, мы говорим, пойдем послушаем, что будут говорить. Как приходят, их сразу гонят, маму и отца. Но отец не ходил, скромный был, а мама с матушкой отца Василия дружила. Пойдет с ней, а их гонят. Вы не имеете права участвовать, кулацкие рожи, на этих собраниях. И они уходили. А потом уже, когда забрали и в Нарым их ссылать, то привезли их в сельсовет. Тогда брата только женили. Ее взяли за беднячку. Она батрачка была. А сватенька была член совета. Она стала председателя просить. Эта дочь-то за пять месяцев заработала на Рын. Были батраки, ходили по богатым. А теперь ее ссылают. Они говорят, пускай выезжают хоть на свою заимку. И они лошаденочку тяде дали, и они выехали. И этим они остались. Их не сослали. Потом-то, Господи, сколько уж они пережили. Я с седьмого года, муж у меня был на 12 лет старше. Революцию он встретил во Франции. Он революции здесь не видал. Царь тогда выбирал самых лучших солдат. Построил по фигуре и послал. Там и был Федор Иванович. И когда оттуда вернулся, то сколько его тиранили. Где ты был? Он не видал этого самого свержения. Когда уж сюда приехал, тут уж все было совершено. А ему все приписали. Он был унтер-офицер. Это все ему приписывали, что ты офицер. И к этому придрались. Сначала он это скрывал. Не знаю, зачем это он так делал. А уж потом, когда забрали, то я и не знаю, что ему приписали. Забрали. Не вернулся. А на другой день и за мной приехали. Меня забрали. Все нагрузили на семь подвод и привезли. Он был директором завода в Шипунове. Привезли в Шипуновское НКВД. И там все до основания отобрали. Да уж, грабили так грабили. Остался у нас один мальчик. Они, когда меня стали брать, я говорю, вы куда мальчика отправлять думаете? В детдом. Я говорю, не отправляйте в детдом. У меня брат в главмуке Валейский работает. Вызовите брата и брат его определит. Они его вызвали. Валерию было лет, наверное, шесть. Он как обрадовался, что его дядя пришел и возьмет. И он кричит. Ты меня, дядя, возьми. А сам все без конца просился по-маленькому. Но тот часовой на изготовку и ведет его. Увез его и привез в передачу Павел, покойник, брат мой. Федор Иванович в это время в Рубцовку был отправлен. И на Павла тут был наложен арест. И десять лет, как один день. Пришел с передачи Федору Ивановичу, передал передачу и вернулся из Рубцовки в Шипуново. Там наше уже было конфисковано. Корова, телка. Два года корова давала 28 литров. У отца нашего не было большого хозяйства. А работники были. Тараси и Терентий. Хозяйство среднее. Он более 15-ти десятин не сеял хлеба. Лошадок хороших было три и две коровы, которые давали до 30 литров. Вот наше хозяйство. А он много не имел. Семья у нас была небольшая. Нас двое с Павлом. А этих братьев два. Он отделил их. Игнатий Лапкин. Но вот перед самым как отбирать все. Вы чувствовали, что что-то двигается или так думали, что будут люди жить каждый своим трудом? Емщикова. Нет, не думали, что наших возьмут. Они были как середняки. А тут их по-твердой. Да по-всякому. Но ведь враг-то что хочет, то и делает. Игнатий Лапкин. Вы чувствовали, что надвигается, что будут отбирать раскулачивание хоть как-то по разговорам? Проходило-то как-то оно. Не в один же день началось. Может где-то слышали Емщикова. Они сначала душили налогами. Налоги, налоги. А был у нас Николай Кузьмич Брыдков. Он был в церкви регентом. У нас волосное село было. Бывало вот так окна откроешь, а церковь метров за тридцать. И херуимская песнь была в доме. Николай Кузьмич придет к нам. Отец был с ним хороший друг. Придет. Ну как, Николай Кузьмич? Надо откупаться. Он говорит. Не откупимся, не откупимся, потому что задушат, хоть мы им все свалим. И даже подушки наложили нам сдавать. Я вот благодарю Господа. Наших раскулачили, а они жили и неплохо жили. И Павла Господь вернул оттуда. Там он пробыл, ведь когда в Тимиртау привезли, бросили прямо в снег. Снег тонет, а они давай ветви ломать, рубить, сжечь, греться. Палатку натянули. Они пока могли только себя обосновать. Ну и сколько время на снегу. Он весь испростыл, вернулся. Еще 10 или 12 лет жил. Ни топора, ни лопаты, ничего не дали. Так снег разгребаем руками, чтобы ягодку найти. А кору сосны зубами грызешь прямо на дереве, чтобы долуба достать. Потом лучше стало. Был один бык, так на нем возили трупы. Обносились так, что вообще ничего на человеке. Из листьев навяжут на бедра. Гнус, комар. Кто-то как-то сообщил в Москву. Приехал представитель, собрали тысячи людей. На что закоренелые были кремлевские кадры, меркуловские. Но и то представитель их ставки не выдержал. Да чем же вас кормили-то? И только вопль. А-а-а. И так на каждый вопрос. Оказывается, что даже топоры, лопаты, которые было поручено отдать, как и продукты несчастным, то все не дошло. Ушло. Он же рабочий был. За что страшно все соболезновали о нем. Да как, Павел Иванович, да как же он попался? Когда пришел он, вернулся, то уж ничего не говорил, что ты враг народа. Он беденько жил, рассказывал. Он говорит, когда нас поставили вот в такой позе, руки кверху, вот так надо простоять, пока весь опухнешь. Распишись, что ты контрреволюционер. А он говорит, мало того, нам еще написали, что мы дети попа. Мы так и сидели. У нас с роду не был никто священником, хотя и жили рядом с церковью. Мы думали, что доля правды сыграет, что вот они мы из Алтайского края, никуда не ехать, искать не надо. Вот село Парфеново. Наведи справку, что отец не священник. Он думал, распишусь, пускай буду сын попа. И я говорю, буду расписываться, что сын попа. Ну, дед, расписывайся, что ты контрреволюционер. С роду не был конный милиционер. Считаю, что это самая последняя работа. Когда расписался, то хоть руки опустить можно. Вся камера подписала все обвинения явно себя. Кому чё не приписали, наклали и все расписались. Вот как умели мучить. Немцы ловили партизан и одна умерла, космодемьянская. Да так и умерла Таней. А на самом деле она Зоя. Но так не сказала. Немец не мог выпытать. К советским свои попадали. И в чём не были виноваты, как Блюхер, Убаревич, сознавались, говорят им, ты враг народа. Да, враг народа. Ты хотел продать Дальний Восток. Да, хотел. Только расстреляйте, прекратите мучения. И я не хлопотала и не писала никуда. Мы знали хорошо, что Фёдора Ивановича в этой тюрьме уничтожили. А когда Павел-то написал оттуда, молитесь о Фёдоре Ивановиче, о упокоении, сказали мне, что его вывели ночью одного из камеры. Он пошёл и сказал, простите меня, я больше к вам не вернусь. И ушёл и с концом. А Павла, когда их погнали в Тимиртау, он там и был все 10 лет. В 37-м был взятый, войну там был, значит в 47-м вернулся. Посылки принимали. Мама турила посылки. И они жили в совхозе, у них было две дойных коровы. Они потом завели. Толенька-то был живой, брат-то. Толе уж было 24 года. И вот Толю не брали в армию, потому что с чёрной записью в армии нельзя. А потом, когда уж всех выбили, тогда и Толю вызвали. Вызвали и говорят. Ну как у тебя положенница? Говорит, всё так же. Никто ни за кого не отвечает. Готовь трудовую. И вот его забрали и угнали в город Златоуст. И там он от голода помер. Никто ни за кого не отвечает. Никто ни за что не отвечает. Придёт время, вы отвечать будете, убийцы. Да, хороший был парень. Царство ему небесное. Юноша такой добросовестный. Отец Александра Сдобников был отца друг. Он и ямщичил, и возил ему всё. Он мясо возил сюда, в Парнаул. У нас был один священник и дьякон Тихомиров, отец Николай. И все три человека управляли церковью. Бондаренко четвёртый. Когда отец Александр Сдобников обновился, он снял с себя волосы и стал обновленцем. А я вот в это время и просваталась. Когда я просваталась, то мама уж очень верила в Царство Небесное, в Бога-то. И она не хотела никак отдать меня без венца. В 24-м году это было. Тётю Любу венце вели, а я пошла блудницей. Сама не хотела этого. А потом, когда отец Александр обновился, снял с себя подрясник и стал уже ходить в пинжачке, как вот сейчас ходят. Я тогда... Я всё маму спрашивала. Мама, отец Александр носит брюки? Мама, да как же не носит? Я вижу, вот он идёт к коню. У него один подрясник пошёл к корове, другой подрясник. В баню пошёл, там опять подрясник. Я никогда его не видела, а выросла у них, чтобы он был без подрясника. Он когда снял волосы, то стал суфлёром в будке играть на сцене. И Господь не отложил в длинный ящик, а прямо в течение двух-трёх месяцев на него навалился тиф, и он помер. Приезжает отец Иаков Кондрашов. Он был рядом в селе, хороший был такой батюшка. У него было семь или восемь детей. Один из них такой неполноценного ума Иван. А эти все учёные, Коля, Вася, Катя. И когда он залез на кумпол, то оттуда упал. Покатился с кумпола, за голубочками залез, а потом прямо так и встал. Ни ноги, ни руки, ни себя не поломал. Я вышла за Фёдора в двадцать четвёртом году, и мы уехали. Направили в Барнаул работать. Тогда был ещё окружной город Барнаул. Двадцать лет прошло со дня ареста, и я забыла думать о том, что мне искать его где-то. И молились, знали, что нет его живого. И вдруг я получаю из НКВД бумагу явиться. Вы не представляете, что со мной было. У меня же сын со мной жил, и сноха учителем работала. А у неё отец был, царство ему небесное, не времени, не вмени ему, Господи. А они тогда на меня говорят. Вот ты ходишь читать по покойникам, и ты где-то наболтала. Вот теперь что же Аньке-то будет? Тебя сейчас заберут, а Анька-то будет страдать за тебя. Ну, Валерий ничего, грубости мне не сыпал. Я говорю, что я пришла, меня с псалтырём привели к покойнику, а мне там международное положение не нужно. У меня совесть была чиста, что я это не говорила. Я вызвана по какому-то другому вопросу, не заболтовню. В этом я была уверена. За четыре дня дали, и у нас, у всех внутри оторвалось, потому что мы уже напуганы. Валерий говорит, маму сейчас заберут, а с нами как повар с картошкой разделаются. Сват меня каждый день в эти четыре дня грыз. Ты болтала, жалко только Аньку, а тебе всё равно. Ты-то уж была там, знаешь. Я пошла, попрощалась со всеми, прихожу в главный НКВД. Я говорю, скажите, по какому вопросу меня вызывают? Давайте паспорт, я подаю он. Садитесь. Я села. Осмотрщиком в депо работала, с ночи не спала. Да всё вот в таком напряжении. Сидела часа два. Один мужчина ещё пришёл, тоже сел, сидит. Думаю, да чё они тут миндальничают? Да пусть садят. Ну сколько же можно? Говорю, слушайте. Обращаюсь к нему. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы меня вызвали? Если меня садить, так везите садите. Я с ночи не спавши. Четыре дня, как получила извещение, у меня настолько пережито. Он тогда, хорошо, я сейчас, сейчас. И смотрю, забрякал замком, дверь такая чугунная, открывается, выходит. Ты Емщикова? Я. А ты Емщикова? Я. Идёмте. Вёл по коридору длинному, потом поднялись наверх. Всё в коврах, там такая идеальная чистота. И в самый угловой кабинет заходит. Садитесь вот тут. Я села. Он вытаскивает из стола папку дел. Развернул, а там портрет Фёдора мужа. Я так сердце восприняла, брык со стула и потеряла сознание. Они тогда подскочили ко мне, нюхать дали, ввели в сознание. Один солидный пожилой говорит. Почему так неаккуратно? Потом мне доводы принесли. Потом мне воды принесли, попоили. Тогда закрыл он дело и больше мне не показали. А только вопросами пытал. Скажите, вы что-нибудь о муже имели со дня его ареста? Нет, ничего не имело. Подвала, будучи в лагерях, там у нас был прокурор. Он писал во всесоюзный розыск в дальневосточные лагеря. Я дала адрес мамы, но ничего не получила. Так вот, значит, муж ваш реабилитирован. Вины в нём никакой нет. Сейчас мы вам дадим бланк. Получите двухмесячное пособие его. И военный трибунал снимет с него судимость. Вам будет дан документ, что он полностью реабилитирован. Ну, думаю, слава богу. Не буду по-петушинному петь, буду по-утинному крякать. Дают мне бланк. Я поехала в Шипуновский район. Он в то время получал 1100 теми деньгами. Мне выплачивают 2400. Приезжаю туда, в трибунал военный. Написали бланк, форму дали. И мне прислали реабилитацию домой. На бюро он уехал. Он партийный был. Фёдор был в командировке. Он два месяца устанавливал оборудование. Шёл монтаж молочного завода. Он мастер был. Он мастер. Был он там два месяца. А тут ждёт шерстня. Всех берут подряд. И остался один Шокин, секретарь райкома. Забрали управляющего банком в райфо, в райпо. Всех подряд берут и всё. А ко мне звонят. Телефон разбили. У нас в доме был телефон. Приехал ли Мщиков? Отвечаю, что нет. Вот он приезжает. Туда дали телеграмму, чтобы приехал. Приезжает. Он приехал. Я и говорю. Ты знаешь, все места оголили. Всех забрали. Он говорит. Да ты что. Жулиду и Балашова и Шокина и всех. И Репкина, управляющего банком. Ни одного человека не осталось. Кирпачёва из семилетки забрали. Он был священник и не стал священником. А здесь учителем был и зять, и дочь, и жена. Только жену оставили, потому что у дочери двое детей было. А этих всех трёх взяли. Фёдор тогда и говорит. Знаешь что? Если я не вернусь в бюро, то ты оставайся при таких мнениях, что не врагов берут, а враги народа вырывают самый лучший авангард. Оставайся при этом. Простите. А враги народа вырывают самый лучший авангард. И поехал. Он был кандидат. Поехал и не вернулся. Его сразу же и забрали. На утро приезжают. На место его назначили Башкирёва. Приехал принимать завод. А со мной как поступили? Сразу подводы подогнали. Мы хозяевами жили в деревне. У нас и скот был. Фёдор сеял овёс для лошадей. И нам четыре десятины, чтобы мы обрабатывали трудодни. И он нам оплачивал хлебом. Мы хлеб этот обрабатывали. У меня 14 центнеров хлеба только было. Подогнали подводы. И что я на трудодни получала, и всё погрузили. Кур прямо из курятника брали. Рубили. Прогнали баб с завода. В коридоре половики резали, шили мешки и бросали туда кур. И всё это загнали в НКВД. Всё конфисковали. Всё там и осталось. Меня арестовали. А Валюшку-то Павел увёз. А потом в тюрьму сюда, в Барнаул. Нас не судили, а только за особо держали. Вот меня и направили во второе ИТК. Вот тут я и была от звонка до звонка. Десять лет. Я была не лишена свиданки. Контрреволюционерка. Мы особо. 58-я пункт 10. Когда началась война, я была в лагере. Господи. Да мы ждали смерти с часу на час. Были с Путиловского завода, с Ленинграда. Петроградом его называли. У нас были инженеры. Такие люди. Вот один из них, Иван Иванович, такой хороший старичок был. Только-то слово и сказал. Как потом-то нам объяснили, что он только и сказал. Ну, Гитлер будет в Москве чай пить. Он же шёл так как. Его и продали. Кто-то донёс. Сколько было стукачей. Когда его предали, то сразу забрали. О, Боже мой! Слышим, сирена гудит. О, Боже мой! Слышим, сирена гудит. А мы же обмираем, когда сирена гудит. Загудела сирена. Ну, думаем, что это опять куда-то. Или побег, или что. Всех выгнали. А нас было 3,5 тысячи постоянного контингента. И плюс пересыльных 800 человек. А зоночка-то какая. У нас уборную мужики выкопают до воды. За сутки полная. Вот сколько было народа. А за питание уж не спрашивай, чем нас кормили. А сирена-то как забывала. Мы думаем, что такое. И сразу команда. Выходи, стройся по пяти. И там все выскакивают. И раз, раз, раз. И вот так построишься. Построились. Выходят. А тогда еще не было погонов. А петлицы были. Галифе на них. Выходят они. ЗК. Они это говорят таким отрывистым голосом. Это значит, врага сейчас нашли. Вот среди вас КРД пункт 10 города Ленинграда. Путиловского завода. Рабочий такой-то. Инженер-конструктор такой-то. Вот он злорадствует, что Гитлер идет на Москву. Нет, этого не будет. Он ошибся. И он тут же стоит. Каждый думает, не я ли? Рукава же у нас. У этого тяжелые. Штанина красная. Это серая, это зеленая. Перепелки, не перепелки. Я им шила гимнастерки и брюки. Только мне. Только не военного значения. С наколенниками. А им простые. Надо обязательно, чтобы было черное. Ну вот мне поручили. Ксения, давай на инженеров. Я ей чернила эти костюмы, рубахи, брюки, гимнастерки. Смотрим, батюшки. Иванова, как сейчас помню, повели руки назад. В третью часть, туда далеко. Там домик стоял. И там же могила. Валили покойников туда. Потом 3-4 пары быков возят на кладбище покойников. Полный произвол был. Мы посмотрели, как его повели. На утро нам уже сказали. Приговор приведен в исполнение. Ну и какие внутри нас мысли были, хоть и не высказывали их. Что несет война? Облегчение или скорбь? Так, Господи, мы что? Мы только ждали, что сегодня-завтра нам смерть. А потом, когда пришло, чтобы надевать погоны, присваивать звание офицерам, не могли поверить. Приходит Вера Семеновна Птихина к нам, а я познакомил ее со своими родителями. Мама хорошо жила, а у них не было продуктов. И вот она к моим родителям ездила, дадут что-нибудь, и они мне передавали. Моя цель была, чтобы поддержать свое здоровье. А мама не считалась ни с чем. Давали хоть ввоз вези. Она приходит и вызывает нас. Это дело было под Пасху. Она мне в корзине яиц крашеных принесла, курочка зажаренная, и кулич мама испекла. Вот это нам все передает, и вызвала нас на свидание, и говорит. Вот, мои дорогие, церковь открывают, офицеры будут, лейтенантов не будет, и погоны будут. А мы стоим и сразу не знаем, челюсти у нас застыли. Все, мы не можем ни слова больше сказать. Думаем, нас сейчас как Иванова расстреляют, и все. Лида ей мигает. Тукинцев был надзиратель. Она ей мигает, ты, дескать, остановись. А я ничего не помню, у меня все застыло, челюсти замерзли от этих слов. Мы думаем, да как она могла прийти в привратку и такие слова нам говорить. Мы думаем, да как же. И он не берет, и нам ничего. Мы берем передачу и идем. Ни живы, ни мертвы. У нас был Степан Львович Маренков. Он был священником. И сидел за язык. Дали ему 10 лет. 5 поражения. Он сказал, когда сидели за столом и заместители его. Тому нужна была его должность. Он не знал, как съесть Маренкова. Они сидят, так вот, на досуге в конторе, по радио передают сводки. И он говорит, смотри-ка, как Гитлер-то идет. Только Маренкова, только Маренкова слово-то было. И он сразу туда его и 10 лет. К Львовичу приходим в контору, а он главным бухгалтером сидел. Мы говорим, Степан Львович, вы нам нужны. Он выходит, хороший, доброй души был человек. Мы говорим, пойдем. А ведь у нас там что, тротуар вот такой сантиметров 30, тут палочки натыканы. Мы не имели права на зеленую травочку никак встать. Только по черной этой тропочке. Двоим никак тут не пройдешь, а только гуськом. Я говорю, Степан Львович, пойдемте подальше. Я оглядываюсь. Говорит, а что? Вы посмотрите, за нами никто не идет. И надзирателя нету. Что случилось? А он нас боится, замирает. Послушай, мы сейчас из привратки. И Вера Семенова пришла и говорит. Церковь открывают, офицеров восстанавливают, погоду надевают. Да вы что? Так дало эту власть? Мы не знаем. А у нас Иванов перед глазами. За что? Нам же засчитали, что только одно слово сказал, что Гитлер будет в Москве чай пить. Тогда мы, Матерь Божия, да что же такое? Он говорит. Ой, милые сестры, пожалуйста, не говорите ничего нигде. У меня же тут в конторе вольняшки, в случае чего они скажут, что нам будет. И вот смотрим утром, выходим на работу. Он уже нас встречает и говорит. Ну вот, мои дорогие, точно и не заберут и не нас, и не вас, и не Веру Семеновну. А вот так. Видимо, простите, точно и не заберут. И не нас, и не вас, и не Веру Семеновну. А вот так. А Веру Семеновну. А вот так. Видимо, насели как следует, чтобы раз не открывается, второй это фронт. Вот и надо было. Львович, значит, нас не заберут. Нет, нет. Вольняшки открыто в конторе разговаривают. А только прислушиваюсь, потому что я болтун. За это я получил 10 лет. Так себя болтуном и называл. Ох, ох. Так сколько же пережито. Сейчас-то оно уже загладилось. Они меня оставляли по вольному найму, чтобы я там работала. И не выпускают из второй части. Такие условия создавали мне. Квартиру и мальчишку мне привезут. Только оставайся. А я. Нет, гражданин начальник. Да уж теперь не называй гражданин начальник. Скоро освободим. А я говорю. Да как же я? У меня такой характер. Я здесь страдала. Я принесу обязательно бутылку молока или ведро картошки. И меня в привратке попутаете и не дадите мне слова. Я приду опять сюда сидеть. Нет, не буду. Ни за что. Да, вот здесь нам маленько сбросили. И вот эти путиловские-то все и остались инженеры вольнонаемными. Ох, они меня агитировали. Да, Ксения, да ты оставайся. Да что вы к себе ровняете? Вы ученые люди. А я-то кто? Господи. Пустяковая у меня была там работа, вышивка. А она мне страшно помогла там. Я не видела там таких тяжелых и ужасных работ. Потому что я сидела с девчонками-заграничниками. Их было до ста человек. Но они все тут и умерли. Все умерли. И вот у меня эта шивка была руками машины. И вот они меня. Оставайся и с иностранными девчонками и будешь. Венгерки, чехословачки, полячки и румынки. Их тут был полный лагерь. Они пришли к нам как? Прочитали в газетах, что в советах можно получить какое угодно образование. Сейчас не забуду, как единственная дочь у отца, а он свой трактир имел, румынка. Ну, она взяла и брата родного сагитировала. Перешли границу и их сразу поймали. И вот им консерватория. Бессрочно. Их нет. Они за особым отделом и были в Серпухове, под Москвой. Вы знаете, они были туда вывезены, а потом сюда их привезли в глубокий тыл. Не 25 лет им дали, а бессрочно. Они же грамотные. Им все равно умирать или жить. Они били тревогу. Да, давайте нам свободу. Как только москвичи прилетят, начальствующие, говорят. Скажите, мы пожизненно здесь или вы нас освободите? До особого, до особого распоряжения. А потом мы вам скажем. А они всех увели на кладбище. Вот им и особое. Они умерли почти все. Потому что норма ужасная. А они шили на ножных машинах. Они белошвее. Сидели на военных заказах. Надо было полста рубах шить. Полста рубах это норма за 8 часов. Мы по 12 работали часов. Да, надо ждать, чтобы она на бракираж прошла. Прошла первым сортом. Чтобы там не было ни выступа. Да, строчка была такая. Девушки шили. У них руки, ноги были как механизмы. Все так выработано. Они хорошо говорили по-русски. Кто знает, были ли среди них верующие. Они только говорили, особенно Фрида. Мы с ней почему-то дружим. Вместо-то одно. Мы день, а не в ночь. Мы на их местах. Мы пошли на работу. Мы уходим. Они на наше место. Места-то не было. Вот мы на этом месте с ней как родные были. Сколько их румынок. Они семьями прямо приходили. Две-три сестры. Они же в газетах как. В советах можно какое угодно образование получить. Что хочешь, все можешь в советах. Вот они сюда и ринулись. Организовались и перешли границу. И как только перешли границу, их сразу за решетку. Окончание войны, как услышали, не знаю. Я была уже освобождена, но по согласию туда работать я не пошла. А парня мне устроили. Он устроен был в военных лагерях. Я когда пришла, то у мамы прожила. И его давай. Окончи на шофера. Он окончил. Туда поехала и вот теперь сына мне устроите. Взяли и он возил полковника. Мы боялись произнести слово. Ведь какой ужас-то был, когда Сталин умер. Нам про него говоришь. Там про него говоришь и дрожишь. Думаешь, что ли так. Так, эта кубытка-то ходит там, Чедаева. Она как вольнонаемный инспектор. А про ней, ну ничего не скажи. Она вот так прямо глазами ела. Не мы. Как только Чедаева появилась, сразу молчок. Все ждали освобождения. Особенно вот эти заграничные. Что нас теперь освободят. А они что, приехали? Что было до бани, то и после бани. До особого, до особого. Их кого освобождать-то, они уже все примерли. Мы сидели невинно и думали, что и все так. Не было такой думы, что вот я невинно сижу. А уж остальные за дело сидят. Такого и в помине не было ни у кого. Были, которые машинами хлеб воровали, потому что голод их заставлял. Они бедные, как мать с сыном сидели и с дочерью. Им дали по 8 лет, по 10 лет. Так разве мы могли их осуждать? Мы им только сочувствовать могли. Там виноватого не ищут. Только одно сочувствие. Не было ни националистов с Украины, ни с Латвии. Вот эти с Ленинграда были. Соболев, главный инженер Петров, Иванов. Их было 5 или 6 человек. Сколько недобрых было. Обижали, убивали. Вот если, например, украдет пайку тюремную. За тюремную пайку убивают у начальства на глазах. И те не заступаются. А за передачку нет. За передачку карает начальство. Вот такие, кто сексотничали друг на друга, их узнавали. Они докладывают на людей, вызывают коперу, стучат друг на друга. О, им льгота. Их кормят особо. Вот я перенесла от них. Родители мои сколько перенесли. Одна такая детная мать, такая маленькая. Ее освободили. Она была воровка. Украла хлеб в этом совхозе, где мои родители живут. Попала под указ, как детная мать. Ее освободили. Она приезжает к нашим. Мама, она же как мать, пришла узнавать. Ты там была с Ксенией вместе. Да как ее здоровье? Ей в субботу был суд. Ей дали год еще. Там каждую субботу суд. Украл ли что? И обязательно прибавляют. Мама потеряла сознание. Господи. Господи. Мы ждали, думали. Толенька приехал. Я с ним все лишнее уже передала. Думаю, пускай он увезет. Она мне не нужна уже. Она сексотка была. Работала в третьей части. А мы знали. Начальство какими-то судьбами, но дадут знать заключенным, что бойтесь этого. А потом их там не держат. Как только сексотишка, так самое больше месяца 2-3 и в дальний этап на восток и поедут. Да и нам дадут знать. Мы их боялись, как вот эту Юркину. Она пришла, как потом мама рассказывала. Все это им и наврала. Поехал, Валера, узнай, как там мама. А я еще связала и с главным инженером Жигулиным Николаем Федоровичем. Он же инженер. Я захожу к нему в кабинет, как заключенный человек. Прихожу только убирать или подметать. Когда прихожу с тряпкой и с ведром, и никого нет, то мы тут и переговорим. Он и говорит. Валерий приехал я. Слава тебе, Господи. Послушай, он говорит. Юрченко, ты что там сделала? Твоих родителей убила. Сказала, что тебе суд был в субботу и тебе дали год. И вот родители послали Валерия, чтобы узнать про тебя. Я сейчас посылаю Дарью свою. Пусть она успокоит стариков, родителей. Хороший был человек. А для чего она это сказала, непонятно. Если бы только она не попала под указ, как дедная мать, то она бы загремела на восток. Таких терпеть не могут. Они так говорят. Да если она тебя, когда вы по несчастью сидите обои, предает, тебя съедает, то меня она почему не съест? Назиратель говорит. Я вот гимнастерку унесу, мы ее изготавляем. Она стоила 700-900 рублей. Если она заметит, что я взял, то она меня продаст. Надо, чтобы ее тут и не было. Мы-то жили в Стахановском. Мы паровые работники. А я на заказах сидел. А у нас было только 7 человек, заказников, мужчин, трое. И на верхних одеждах один шапотник. Шапошник. На Белошвее Ольга Миренина, Петроградская. Это на платьях. 8 человек на заказах сидели. В Вереща же Хапопадья была. Тут в Захарьевской церкви. У нее батюшка умер. А ее не знаю, за что посадили. Вот она наша, стукач была. У нас сидела и стукач была. Ушла она, ее рано выпустили. И мы как только приходим, так сразу перебросились, если ее нет долго. Ты смотри, на какие дела пошла. Раз она стучала, то мы страшно ее болялись. Трепышев у нас старичок сидел на верхнем пальто. Хороший старичок. 10 лет ему тоже дали. За лошадь, что ли, лошадь у него пропала. Поддержки ему не было. Старушка у него умерла. И некому было ему передачу передать. Он на пайке жил. Но ему было хорошо. Его капитан, начальника колонии, поддерживал. А мы выполняли приказ начальника колонии постоянно на премблюде. Придешь вечером, а тебе вот такое перо луку дают. Такой зубочек чеснока. Мы пойдем получить хлебушка дополнительно. Вот такой кусочек со спичечную коробочку. Меньше даже. Это цинготный, чтобы зубы не выпадали. Они понимали, что мы нужны им. Такого не слышали, что кто может быть в празднике, как в Пасху, не хотели выходить, молился. Нет, нет, невозможно было. Вот тот Зинкин, он тут живет рядом со мной. Он до сих пор все ест. Уже столько лет и все ест меня. Он там был надзирателем. И как только я где попаду ему на глаза, так он сейчас. Жалко, жалко, что тебя там не уничтожили. На Юрина и живет. Вот тут у пивоварки первый дом. Николай. На персональной пенсии. И главное, как только заходит, а мы все за машиной, у нас была отдельная работа, так он только приходит, и обязательно ему надо, чтобы все мы соскочили. Здравствуй, гражданин начальник. Это так надо ему. Такой почести требовал от нас. Ну, мы, конечно, первый раз поздороваемся, выкричим. А как же, раз заставляет, а то посадит в карцер за неподчинение. Вот мы все соскакиваем, семь человек. Здравствуй, гражданин начальник, гражданин дежурный. Поздоровается. Смотришь, он через 2-3 часа снова появляется. А мы как сидели, так и сидим. Почему не здороваетесь? Сколько раз можно здороваться? Ты что нас в тюрьму посадишь? Мы прямо его на «ты». И на кой ты нам нужен? Мы уже в тюрьме. А больше нам что? Мы Шаргену Казакова только один раз кланяемся. Начальник и главный инженер. А ты кто? Ты меня не колышешь, чтобы я в уборную правильно сходила. Не по земле, а по черной дороге. Ты только вот над этим хозяин. А больше ты мне ничего не сделаешь. И так отучили его. А зло посеялось. Вот такие делали революцию. Вот они, гвардия. Пришел, табак нюхает и молиться стал. Молиться и под маркой, что он как верующий человек пришел ко мне. Ну давай, я тебя знал. Ну давай, я тебя знал по несчастью. А теперь ты живешь. Вот видишь как. Ты мне обязательно купи Библию. Мне надо. Евангелию и Библию. Я в 28 лет была арестована. И как переступила порог тюрьмы, так сразу кончилась обыкновенная женская. Прихоти все отказались. Три с половиной тысячи выгонят. Стоят на сорокоградусном морозе. Вот почему у меня сейчас ноги-то мерзнут. В столовую иди. Там тебе наварят голов овечьих со всей шерстью. И как тебе поваренку вольют. А от нее там запах невозможный. Не пойдешь, тебя бьют. Не выпьешь, еще можно терпеть. Но как только ее выпьешь, зловония, тогда не знаешь, что бы съел. А больше ничего не дают. Нам по семь суток не завозили хлеба. Начальство на нас кричит. Чего вы хотите? Кровь рекой льется. Ремни свои варят. А вы, заключенные, да еще требуете, чтобы вам хорошее подавали. Пшеничку привезут. Вот сварят, а она галимая полынь. И ложечку одну положат. И потом вот так ливанут. Но сколько там? Капелек 20-15 маслица. Новости последние. Они не новые. В подлунном мире это уже было. Правители кричат и обольщают словом. И вопли дикие при музыке постылой. Что мне хотелось бы сегодня же услышать? К чему не потерял я интерес? Что на дистанции последний станет лишним? Ведь смерть побеждена, когда Христос воскрес. Нет благовестия на языке понятном, Чтоб прямо о Христе, о Боге говорили. Свободно. На заказчиков, чтоб не было оглядки. Слова евангельские на орлиных крыльях. Новости мирские мир раскинул. Бахвалится пустяшными делами. Корреспондентам премии немалый стимул. Но ни словечко про Христовы длани. Эфир принадлежит, конечно же, владыке. Способность мыслить, составлять программы. Чего же вы пыжитесь, топорщитесь на дыбке? Способность мыслить, составлять программы. Чего же вы пыжитесь, топорщитесь на дыбке? Для Бога не оставили секунду, миллиграмма. И вечно новая лишь повесть о Христе. Бессмертно словословие Иегове. Скажите же, понятно, в простоте, о жертве искупления на Голгофе. Умолкнут. Отбазарятся артисты, блудливый сон сотрется и исчезнет. Не будет тьмы, зловещей коммунизма, заменится божественным, полезным. Но это не сегодня и не завтра, а только в вечности, не в мыслях наяву. Такого места не найти на карте, кто к ограду Божию псалмы царя зовут. О, новость бесконечной новизны, о браке Агнца, чистоты нездешней. Несите эту весть для добрых и для злых. Так говорит и Павел, первый грешник. 18 февраля 2005 года. Игнатий Лапкин.